Основная задача движения Юнармия – это воспитание подрастающего поколения в военно-патриотических традициях. Для этой цели молодые люди обучаются военным и спортивным дисциплинам, изучают историю родной страны. В Сочи юнармейцы – участники различных мероприятий патриотической направленности. Поэтому с молодежью еще и поделились планами и опытом в организации акции. Ближайшая – это Георгиевская лента. Она стартует уже в этом месяце. – Подготовка и участие в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны, поисковая работа. И основное – это в период проведения летних каникул, участие в различных патриотических отрядах, как на территории Краснодарского края, так и в Крыму, и даже в Абхазии. Основная наша задача – вырастить из них патриотов. Я думаю, даже за тот короткий период, с момента формирования юнармии вообще в всероссийском масштабе, проведены уже достаточно глубокие мероприятия, и кое-что уже там на подкорке отложилось. В Сочи насчитывается 1300 юнармейцев, созданы полсотни отрядов, с командирами которых и провели итоги работы. Вступление в юнармию и получение берета юнармейца – цель многих российских и, в частности, сочинских школьников, отмечают организаторы слета Городское управление молодежной политики. Сегодня создано 46 юнармейских отрядов на территории города Сочи. И как раз сегодня вот эти все 46 командиров этих движений присутствуют на сегодняшнем мероприятии, в рамках которого планируется новый формат, а именно формат мужского разговора. Когда с ними бывший сотрудник, военнослужащий, будет разговаривать о том, что важно для мужчины, как важно сохранять свое отечество, как важно ценить свою семью, как важно оберегать и чтить память. Юнармейцам Сочи сообщили, что они будут задействованы в очередном событийном мероприятии международного масштаба Чемпионате мира по практической стрельбе, который пройдет на курорте в 2021 году. Презентацию для ребят провела трехкратная чемпионка России и чемпионка мира по практической стрельбе из ружья Анастасия Черненко. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.